Все. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня хочется начать на нашу встречу с того, что поступил опять очень интересный вопрос. Периодически попадаются выдающиеся вопросы, на которые хочется ответить. За которые я, в принципе, призы бы давал, поощрял. Сегодня поступил такой вопрос. А где сам Дмитрий Александрович Дуинов? Его вопрос хороший. Где-где? Точно уж не в Караганде. Я вот он, я здесь. Поэтому, ну, как идется вебинар, к вебинару задается такой вопрос. Очень оригинально, да. Разрешите представиться. Я Дуинов, Дмитрий Александрович, инициатор проекта. И один из основных разработчиков этой технологии. Приятно было представиться перед партнерами, участниками проекта «Единомышленниками». Ну, а теперь, ну, уже как по традиции, ну, теперь уже не анекдот, а быль. Значит, в советское время было очень много строительных организаций, которые встроили, создавали все то, что мы на сегодняшний день с вами эксплуатируем. И не только мы, все остальные, и те, которые обеспечили стабильность государства после развала, после того, предательства элиты. И вот тот фундамент, который был создан, он обеспечил именно все то, что позволило нам выставить все вместе и начать развиваться. Сейчас никто из тех, кто валил, никогда не предполагал, что фундамент столь прочный. Если бы его запаса не хватило производственного потенциала, энергетики, ресурсов, предприятий, оборудование, если бы не было рассчитано на такие длительные сроки эксплуатации, ну, поверьте, страны такой, как Россия, уже бы не существовало, порвали в клочья. И вот те люди, которые создавали, строили, там было принято и так, что утром наряд, всем утром вечером наряд. И вечером разборки полетов, что за день сделано, что не сделано. Кстати, в то время даже решения райкома, районных, сельских, поселковых советов, выполнялись на 93%. Вот что там попадало-то, так, к исполнению, да, на контроль, выполнено и так далее. Были такие вот, висели на стенках доски, там, кармашки, туда раскладывали. И потом на определенную дату доставались записочки эти и на контроль, и проверялись, вызывались. Людей воспитывали по полной программе. В связи с этим анекдот такой. Значит, по четвергам был такой особый день. Техника безопасности. Воспитывались жестко, жесточайшим образом. Там и партбилеты на стол, должностей лишали. Ну, управляли очень хорошо. Ну, одна начальник принимает новую секретаршу. Вот, ну, рассказывайте, зарплата такая-то, рабочий день с 8 до 18. Ну, надо порой задерживаться, потому что документы, бумаги. Там отпуск, 5-10. Рассказал. Говорит, ну, а по четвергам у нас сексуальные дела. Говорит, вы согласны на таких условиях? Ну, там помялась, помялась девушка молодая, ну, куда идти? Не на 160 рублей инженером. Ну, говорит, согласна. Ну, приходит четверг, она заходит в кабинет начальника, дверь на ключик, а тот сидит, пишет, строчит, что тут. Она покашивала, как раз, глаза поднял, так очки опустил, смотрел, смотрел. Тяжело вздохнул, говорит, дурочка, куда ж ты вырядилась-то так? Она говорит, ну как, сегодня же сексуальный день. Она говорит, так не тебя, а меня сейчас будут. Ну, приблизительно так. Ну, суть всего, что это вечерний наряд. Все собрались с начальника службы, подразделения. А происходила эта организация, ну, ее так в народе называли Чапаевская дивизия. Потому что там, ну, своеобразно был один участок, на нем работал холод, мороз и зима. А на другом участке работал Юденичка, Ледяны Деникин. Вот так вот подобрались люди, поэтому начальника называли Чапаевым. И вот это звали Чапаевской дивизией. Вот он сидит там, все докладывают. Ну, один начальник участка докладывает, там, это и пятое сделано. А вот, говорит, железобетон не завезли. А почему не завезли? Да, начальник колонны там машины не дал. А там были тогда коммутаторы. Они и сейчас в угольной промышленности с барышней сидят, вот, притыкают. И сейчас такие же коммутаторы работают, потому что очень надежно. Он раз коммутатором. Рефонист сказал, Рая, а ну-ка набери мету вам, на букву М, чудака. Ну, проходит минута, Рая. Николай Иванович, а чудак не отвечает? Ну, стоп, а какого ты имела в виду? Чудака. Да, говорит, ни один не отвечает. А куда они подевались? Говорит, а на наряде все? У меня, что ли? Не, говорит, каждый на своем. Вот. Это к чему? Такая была, да. Это реально событие происходило, так оно и было. К чему? Дело в том, что постоянно рассказываю одно и то же, про одно и то же, по 10-20 раз. Замыливается глаз того, кто рассказывает. И получается так, что ты у себя в голове знаешь, помнишь, но не помнишь, доводил ты это до людей. И ты, разговаривая с людьми, полагаешь, что ты им об этом говорил. А на самом деле ты об этом никогда не говорил. А может, ты одним говорил, а этим не говорил. И тогда человек перестает тебя понимать. Тебя понимает. Поэтому важно кому-то рассказать и делегировать право рассказа другому человеку. Вот поэтому, когда я рассказываю там одному, второму, третьему, в частности Сергею, его команде. А потом они рассказывают про это дело. Вот сегодня Сергей Семенов рассказал про проект. Своими словами. Но, честно говоря, мне очень понравилось. Почему? Потому что он говорит своим языком, так как он это понял, да, и понял это правильно. А в армии, в советской армии, был такой принцип, там командир дает команду, а подчиненный говорит, так точно, выполнит тот, тот, пятое, десятое. И вот командир по тому, как он воспроизводит, повторяет приказ, смотрит, понял ли он, дошло ли до него. Дошло ли, да. И вот тогда, значит, подчиненный может эту команду довести до других подчиненных и выполнить ее. Поэтому мы с вами все вместе должны что-то понимать. Что же мы делаем и куда же мы движемся. Какова наша цель. И вот в данном случае можно констатировать, что наша цель улучшить материальное благосостояние, качество жизни всех участников проекта за счет улучшения окружающей среды, снижения энергопотребления и себестоимости продукции. Потому что можно улучшать благосостояние, продавая человека на органы. Развивая проституцию, наркоманию и так далее. Она зарабатывает многие, себе благосостояние обеспечивают, либо там рэкетом занимаются и так далее. Но есть другие способы. И мы с вами брали другой путь, который не такой быстрый, но эффективный. Почему он достаточно масштабный, тяжеловесный, такие проекты не в один день ставятся. И надо хорошо-хорошо подкупиться. Вот за такую работу мы вместе с вами взялись. И я думаю, что вместе мы достигнем успеха и откроем путь для других. Покажем на собственном примере, что это возможно, это можно делать, это можно достичь. Это реально для обычных, простых людей. В основу, сколько должно быть положено, не фантазии, а реальные вещи. И не надо заниматься самообманом. Потому что вот сейчас спрашивают, а какова там судьба тех переговоров, а какова судьба тех переговоров и так далее. Многие полагают, что сделал, сейчас быстренько опубликовал, к тебе прибежали, у тебя все купили. Ерунда, полнейшая. Никто не прибежит, никто не придет. И никто не будет делать. До тех пор, пока не возникнут вынуждающие факторы. Вынуждающими факторами в данном случае являются страх, ненависть, боязнь и так далее. Все эти вещи. Почему? Пока человек находится в благосостоянии, и ему ничего не угрожает, он не будет предпринимать никаких действий. Равно счетам и компании. Но как только вы создаете угрозу, вот тут сразу же все приходит в движение. Вот смотрите, вы приходите на какую-то фирму, начинаете ей предлагать что-то. Они будут сидеть вальяжно, вальяжно, да, и никуда не будут двигаться. До тех пор, пока вы не предложите то же самое их конкуренту. И вот когда они увидят, что конкуренты продвинулись в переговорном плане дальше, они рванут, чтобы опередить конкуренты. И тогда начинается борьба. Поэтому на сегодняшний день идут параллельно множество переговоров. Есть очень много предложений. Каждый день по несколько вариантов, по несколько предложений рассматриваются. Все они находятся на разных этапах. Каждый день ведутся по несколько переговоров. Это параллельно с тем, что идут отбор, подбор материалов, оборудование, которое необходимо закупать, и множество, множество других вопросов, плюс еще вот такие вот переговоры. И вот сам проект, вот этот 318-й колобок, появился не случайно. И появился он благодаря тому, что на нас вышли индусы и предложили разработать мотор-колесо для шестиместной рикши плюс водитель с электрической тяги. И вот мы рассчитали, сделали это мотор-колесо, но индусы – это народ очень хитрый, древняя цивилизация. Они очень хорошо поднатырели в переговорах, и не так просто с ними, очень непросто. Они водили нас, водили, водили, все пытались столкнуть на то, чтобы мы буквально за бесценок все это отдали. Мы не согласились с таким предложением, с такой позицией. Переговоры перешли в другую плоскость, там режим ожидания, там разные. Хотя договор о конфиденциальности подписан, меморандум о намерениях, договор о намерениях был подписан. Был подписан и финансовый договор, чего, сколько стоит за разработку. Его нужно было только верифицировать, собственно говоря, да. И вот уже когда обозначены суммы, вот обозначено все, тем не менее, все это забуксовало. По нас попытались переломить, да, на другие условия. Они думали, что мы, находясь в вынуждающих условиях, когда дефицит всего, мы сдадимся и пойдем на что угодно. И точно так же действовали другие, и CP группа китайская, и тайцы также действовали, да. Но все компании действовали именно так, исходя из этого. И все находились в ожидании, когда же мы прибежим и скажем, ребята, ладно, забирайте даром. Как они привыкли поступать практически со всеми российскими разработчиками. Ну, практика многолетняя. Вот те бегунцы, которые там, не буду грубо выражаться, да, получили бесплатное образование в СССР, специализацию. Они удовлетворяли свое любопытство за государственные счеты. Вернее, не за государственные счеты, а за счет тех отчислений, которые платили роботехникам. Обычные рабочие платили налоги, да. За продажу ресурсов тоже деньги получали их сам же. Они бесплатно все это сделали, не потратив на себя ничего. И потом они сказали, мы такие великие, мы непонятые развернулись, шуганули туда, да, за копейками, за мороженцами. И они создали вот такой имидж отечественным инженерам, разработчикам, что можно за копейки, можно чуть при душе, и он соплю пустит, и все, да, и он ваш. А потом будет приезжать, когда из него все выдолбит и высосет, приедет здесь такой великий, полуобеженный, я вот приеду, приезжаю тут учить, как надо здесь действовать. Да, вот там собираются они курлами там в определенных местах, поучателем. И вот за них такая ситуация и сложилась. Такое представление сложилось у отечественных разработчиков. И вот когда они сталкиваются с чем-то другим, им становится непонятно. Вот поэтому мы сейчас с вами перешли совершенно в одну ставлю. Когда конфетно-мороженый период закончился, мороженца уже никто не предлагает, уже пытаются договориться на других условиях. Ну а мы по текунду ставки повышаем, потому что тогда при переговорах это была одна ставка, а на сегодняшний день это ставка другая. Говорят, ну как же так, вы же тогда готовы были за эти деньги. Да, готовы, сейчас нет. Не хотите, заберут ваши конкуренты. Поэтому, когда вам рассказывают и говорят, что там эти вот договорились, там эти договорились, сейчас туда-сюда, там стратегические планы, там вот это побежит туда, там поедут сюда, тут. Все не так, все не так. И даже уже подписал договор, это еще не значит, что там все пойдет. Это не значит, что денежный поток откроется. Там предстоит будет очень серьезнейшая работа. И никогда западные коммерсанты, западный бизнес не купит средства. Ему надо подать все в готовом виде. От болтика до винтика, до гаечки, даже до промокашечки, там до бумажечки. И до елочка. Все полностью готово, закончено. Если чего-то не будет, они очень хорошо займутся воспитательной работой. Поэтому мы подразуем одно, в принципе, другое. Как Николай Иванович подразумел этого чудака, а которого из этих чудаков, это еще надо посчитать. Какого чудака надо набрать и найти. Поэтому у меня сегодняшний день, кто бы ни сталкивался с компаниями, прекрасно знают, что происходит. Но иногда некоторые выдают желаемое задействительное. Говорят, мы заключили, мы договорились. Мы по мистралям договорились, и куда один уже утопили. И такие вещи бывают. Поэтому с западными партнерами, как говорят руководцы страны, разговор может быть один. Деньги вперед. Аушальные платежи, авансовые платежи. В объеме, перекрывающем все затраты плюс прибыль. А остальная дельта должна выплатиться. Некритичная, которая уже на результативность проекта не влияет после сдачи работы. В противном случае вас могут положить, разорить, все что угодно сделать. Поэтому осторожнее относитесь, когда вам говорят, мы заключили, мы сейчас тут сделаем, мы тут все выполним. Тогда осторожнее, осторожнее с этим вещами. И мы при этом проявляем крайнюю осторожность. Хотя вот сегодня были серьезнейшие переговоры. И не одни, да, были так, в начальной стадии переговоры. Некоторые уже в серьезной стадии переговоры. Вот одни из переговоров. Я сейчас думаю, что, наверное, надо прекратить. Из-за чего? Из-за одного судебного решения Белоруссии. Белорусский суд вынес решение человеку дать два года. А мне это не понравилось. Да бизнес там и никакой, то, что нам предложили, там не серьезный бизнес. Просто можно было бы с небольшой доходностью сделать проект. Потому что братья, говорится, да. Но вот так, как они поступили, ну что-то не хочется. Рука не поднимается. Лучше сделать другой проект, где побольше доходная часть и что-то получить более серьезное. Больше времени уделить постановке производства наших пилотных разработок. Которых сейчас уже ведется несколько. По мере того, как появляются новые и новые оборудования, мы все больше и больше продвигаемся с собственными пилотными разработками, которые делались за счет собственных средств. И со временем, ну еще немножко пройдет времени, когда будет результативность. Ну, в принципе, когда стендовые оборудования производства поставят, мы готовы будем обнародовать результаты этих работ и покажем, что это. И выставим, в принципе, на торги. Потому что, ну, буквально недавно мы разговаривали, говорили, что да, мы готовы сделать. Но вы только учтите. Либо вы оплачиваете полностью, либо мы делаем инициативно, вот. Но тогда выставим на торги разработку. Говорят, а как же мы? Я говорю, а у вас есть выход? Либо платите, либо погибаете. Потому что, как только мы продаем эту разработку, из шести предприятий, производящих эту продукцию, останется одно. То, которое купят у нас. И испытания, которые были проведены, в реальных условиях эксплуатации, в течение года эксплуатировалось это оборудование, показали, что именно так и будет. Потому что это оборудование вне конкуренции идет. Вот как будет все это готово, я расскажу, что это за оборудование. Это, естественно, электрическая машина. Я расскажу, где она применяется, зачем применяется. Но это надо будет делать одновременно с объявлением, с предложением покупки этой разработки. Разработка очень интересная. Очень интересная. Да. Ну, сейчас посмотрим вопросы, на что я смогу ответить. Когда выход на биржу, планируем ориентировочно. Ребята, выход на биржу надо выходить тогда, когда клиент дозрел. Когда у покупателя слюна течет. Аппетит. Это вот, понимаете, разница между полностью обнаженной женщиной и частичной. Фантазия дорисовывает. Поэтому надо возбудить интерес. И тогда уже говорить о бирже. А вот сию минут на то не будет. Но я единственное могу сказать, что это не 2017 и не 2018. Не надо спешить. Обучение партнеров. Партнеры – это к ребятам Семенова, команда, части команды Семенова, да, отдела. АКБ какой фирмы вы собираетесь использовать и какой будет запас хода. Ребята, АКБ будет выбирать те, которые уже будут производить конечный модель транспортных средств. Там под заказчиками. За нами двигатель, ну и контроль. Надеюсь, что контроль тоже предоставим. Банковский счет инвест-компании ванно того, в каком банке. Это к Сергею Семенову. Пожалуйста, ближе к микрофону. Очень тихо. Ну, поздно прочитал. А если раньше вы соберете 40 миллионов, чем за три года, например, за один год или за два, быстрее двинется проект. Потому что я уже выкладывал, вы же, наверное, смотрели, и в группе ВКонтакте опубликовано, что уже архитектурная часть работает. Работаем над архитектурой. Есть участок, уже планировка выполнена, уже привязка сделана, уже проэтажный план административно-бытового корпуса, уже планировка основного корпуса сделана. Ведутся переговоры о закупке металлоконструкции и так далее. Поэтому все двигается. Так, счет. Несла вам насчет 5. Сайт вроде, что есть, а где, как зайти на сайт или чей кабинет. Это ребята ответят вам. Поддерживая вопрос об официальной регистрации нас акционеров, какие документы и гарантии мы получаем. Во-первых, реестр акционеров. Внесены будут эти гарантии, там будут прописаны. Во-вторых, вы обратили внимание, что даже бюджет Российской Федерации в этом году в последний раз подается в бумажном виде. Со следующего года он будет в электронном виде. Поверьте, это более высокая степень защищенности, чем чисто бумажными. Дело в том, что электронная подпись документов и электронный учет документов, он в Российской Федерации имеет такую же юридическую силу, уже имеет, как и бумажную. Насчет Ваннуату. За последние две недели в этой зоне произошло два землетрясения. Может быть, стоит перенести офшор. Понимаете, а в Италии тоже землетрясения. Вот Сицилия несколько лет назад, там электронные часы побежали. Я сказал, что трясти скоро начнет. И тряханулы. А электронные часы побежали, почему там частоту синхронизации времени задают кварцевые пластины, кварцы. И вот при напряжении кварцевых структур в недрах Земли вот эти поля, они воздействуют на кварц в часах. И часы начинают угрызать. Это сигнал к тому, что в Земле кристаллические структуры находятся под критическими нагрузками механическими. Трясти будет Европу. Подождите. Тряхнет, будь здоров. Поэтому где заводить? Я думаю, что надо дождаться. Мы сейчас вот работаем, да, но потом надо будет посмотреть, какой закон сделают в России еще, да, об инвестиционных компаниях, имеется в виду краудинвестинги, краудфандинги, да. Они в октябре месяце должны были внести на рассмотрение проекты, но про это вообще никто не видел. И посмотреть в руки их ведения. Там уже будем смотреть по ходу пьесы, где будет удобнее, там и сделано. Какие подвижки совхождения в особую экономическую зону Алабаши? Получено ли гарантийное письмо от банка? Мы не от банка, именно. Банк – это как один из вариантов финансовых структур. Торги идут за это письмо. Торгуются все люди, да. И вот поэтому там сейчас разные условия выдвигаются разным потенциальным писателям, если можно так сказать, да. Есть нормальные, а есть писатели. Работа идет. Еще письмо не получено. Не ответили на вопрос о китайцах. А какой вопрос был о китайцах? Проморгал. А, что за магниты используют китайцы? Почему они монополисты? Они используют высококорцитивные магниты, посторонные на основе основными материалами. Это керамагнитные материалы с добавками рекоземельных материалов. Неодим, Самара, Кобальт. Если у нас были раньше барьевые, то сейчас высококорцитивные делаются вот такими. При этом основные месторождения рекоземельных материалов находятся в руках китайского бизнеса. На территории Китая. Российские тоже проданы им. Которые на территории России есть. В Афганистане еще в России есть еще месторождения. Но их разработка потребует от 7 до 15 лет. И колоссальнейших инвестиций. На это никто не пойдет. Разрабатывать на нашей территории никто не хочет. Китайцам не дают. А у китайцев больше нет. Поэтому возник неудовлетворенный спрос. Поэтому у нас появилась и ниша. Сколько времени займет постройка завода? При нормальном сборе инвестиций максимум год. Это если хорошо. Потому что там конструкции я выкладывал уже. ПНГ групп немецкая компания. Афстерийско-немецкая компания. Предлагает. Ну да. Достаточно эффективно и быстро строится. И имеет возможность расширения. Основной китайцев я ответил про Лабыша. Штат на будущий завод как будете набирать? Уже есть проверенные люди или как-то иначе? Но людей я готовил и просматривал задолго до разворачивания проекта. Еще несколько лет назад эта работа начата. Вот поэтому там два направления. Первое это готовые специалисты, которые только доучиваются. В принципе да. Вот. И подготовка специалистов, подбор тех, которые способны к обучению. Потому что ряд специальностей, такие как допустим летейщики. Но в Зеленограде их нет. И специалистов допустим по расчету электрических машин. Они были в советское время в Питере и в Харькове. Питер рассчитывал крупные машины. Харьков мелкие, я имею ввиду серийные, помельче машинки. Не скажу, что совсем мелкие. И был допустим ВЭИ, Всероссийский электротехнический институт имени Ленина. Они занимались специальными машинами, специально исполняли. Поэтому специалисты по электрических машинам подготовкой после развала Союза практически не занимались. Но все равно есть молодые люди, которых можно подготовить. Дмитрий Александрович, а президенты выдвинуться не думали? С вашим мировоззрением перевести Русь-Матушке в порядок. А зачем? Я, по-моему, что я вам плохого сделал? Понимаете, дело в том, что управленец, управленец, нормально слышали наушники, управленец. Это занятие неблагодарное. Во-первых. Во-вторых, есть закон. Закон, да? И по закону я не могу быть президентом. Да и желания нет. Я что, плохо на этом месте с работой справляюсь? Ребята, ну если плохо, то давайте кого-нибудь другого поставим, честно. Потому что вот, ну, наверное... Понимаете, мы сейчас с вами делаем не менее важную вещь, чем управление государством. Потому что, если мы с вами сейчас этот проект поднимем, вы представляете, сколько природных ресурсов мы с экономами. Я же уже говорил, что тепловые электростанции можно будет вывести из эксплуатации. И атомные, при той же самой полезной работе. Это колоссальнейший ресурс. Если мы с вами это сделаем, то вот этот Запад с его санкциями... Извините, штаны у них мокрые будут. Они таких санкций еще в жизни не любили. А бизнес, вот весь бизнес, она же завязана на энергетике. Дальше пошло-пошло. Если на единицу произведены продукции, меньше электроэнергии будут тратиться в Китае, в Германии, во Франции. Это же сколько на земном шарике тут сохранится всего, да? Экология, это же наши внуки, правнуки, увидят природу более-менее нормально. Потому что то, что я видел природу, какой она была тогда и сейчас, мои дети и внуки мои этого уже не увидят. Никогда не увидят. Уничтожено все это дело, да? Нашим безрассудным вот этим вот покорением природы, да? Человек-хозяин природы. Он охозяйствовал. У нас с вами есть возможность не только заработать, но и сохранить. Сохраняя, зарабатывать. Это уникальнейшая возможность. И это не фантазия, это уже показано на практике. Вот сотни тысяч двигателей, модернизированных, они показывают, что это не теория. А не вот то, что раньше было предположением. Ну, как говорится, практика – критерий истины, да? Теория – теория, а практика – это критерий истины. И вот истину устанавливали именно на практике. И только установив, мы начали разворачивать этот проект. Поэтому нет, есть очень много толковых, хороших экономистов, управленцев, им дорога, туда они пусть занимаются этим, а я не дорогу для этих вопросов. Нам бы с вами вот с этим вопросом совладать. Потому что, а кто их снимал? Так, как? Ну, вот это вот печали уже. Это ответили. Ответили. Ну, я думаю, на сегодняшний день, Дмитрий Александрович, у вас есть варианты сотрудничества с ЮНИСКИМ по установке ваших моторов на ЮНИСКИМ. Понимаете, мы занимаемся мотором, ЮНИСКИМ занимается транспортом. Если они сочтут необходимое применение моторов, ну, будут покупать их и ставить, да. Не сочтут, будут ставить другие. Поэтому, вот как можно, да. Это право выбора. Да, даже мы, когда разрабатываем моторы, мы предусматриваем, что эти моторы могут работать как с нашим контроллером, так и с Кюртисом, так и с Келли, так и с Силконами, с другими контроллерами. У людей должен быть выбор, да. И каждый проект, который будет использовать двигатели, у него тоже должен быть выбор по использованию электрических машин. Лишь только вот в такой конкурентной борьбе может победить лучший образец, который лучше удовлетворяет предъявляемых требованиям. А не так, как вот, ну, как картельный сговор, либо еще сговор проекта. Это неправильно. Мы с вами должны выпустить на рынок моторы, потребители должны их оценить и принять решение. Мы должны конкурировать равнонормальным образом, без вот выяснения отношений там. А вот я крутой, а вот у меня лучше, вот это самое хорошее, остальное все кукло. Нет. Хорошее или плохое, не нам с вами декорировать. Мы можем только обозначить технические характеристики, почему, там, какие технические решения применены и так далее. А вот достоинства и недостатки оценить потребитель, и он примет решение. Не надо говорить самим за себя. Вот люди скажут, вот приходят, допустим, катаются на велосипедах, и люди делают заключение. Не мы говорим с вами, хорошее или плохое. Те, кто ездит, те, кто катаются, они дают оценку. И это правильно. А вот бахвальство, ну, оно, во-первых, не украшает. А во-вторых, оно не является истинным. Потому что любой родитель, для него, его ребенок дороже всего. И точно так же разработчики порой не в состоянии критично смотреть, критичным взглядом смотреть на свое детище. Это их ребенок. И единицы тех, которые могут давать критическую оценку своему детищу. А порой даже отказываться. Потому что, понимая все недостатки и несовершенства, да, решение техническое, могут перечеркнуть и начать с нуля. И вот те люди, которые в состоянии это сделать, они заслуживают еще больше уважения, чем те, которые вот успешно начали и успешно пошли, да. Потому что это надо иметь колоссальнейшее мужество, начать пройти с нового. И не всем это дано. Отступиться от того, что выяснив, выявив ошибки, да, сделал, пройдя путь до построения образца, поняв все эти промахи, как говорится, было гладко на бумаге, да забыли про враги, говорят строители. И вот поняв все эти промахи, начать с нуля, с чистого листа. Вернуться в исходную точку и преодолеть все те ошибки, которые, вернее сказать, недочеты, которые были, и начать все с нуля. Вот эти люди, такие разработчики дорогого стоят. И честь им их волна и уважения. При размерах, позволяющих установить лековый автомобиль, какова хотя бы теоретически максимальная мощность мотор-колеса, заранее спасибо. Ну вот мы поставили, допустим, 35 миллиметров пакет, диаметром 318 миллиметров, это 20 киловатт. Это на АЗТ и Эрфанда, да, вот ребята поставили, это команды ребят из Самары, что президенту Путину показывали, да. Ну, соответственно, при 55 миллиметрах, это 37 киловатт. И вот 4 мотор-колеса по 37 киловатт, это сколько получается? Там 74, 148 киловатт. Ну, солидно, да. Ну, ребят, я думаю, что сегодня, на сегодняшний день нам стоит остановиться на ответах вопросов. И надеюсь, что мы с вами продолжим в четверг. Благодарю всех за внимание, за работу, за поддержку. Всем удачи. За работу, за поддержку. Спасибо.